Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Сегодня у нас в гостях это официальный разговор на телеканале Дом. Здравствуйте. Владислав, к вам вопросов очень много. Я думаю, что это не на одну программу. Начинаем с самого общего. В вашем ведении огромное количество направлений. Какие приоритеты вы для себя ставите? У нас шесть блоков направлений, если так смотреть. Это дороги, дорожная инфраструктура и дорожная безопасность. Это авиация, безусловно. Это морские порты и речные порты и в целом речные и морские перевозки, сообщения. Железная дорога, часть цифровой инфраструктуры и, безусловно, почтовый оператор. В данном случае это Укрпочта. Можем ли говорить о суммах, которые будут потрачены на строительство дорог? Да, безусловно. Донецкая область – это практически полтора миллиарда гривен дорожного фонда. Луганская область – это 660 миллионов гривен. У нас государственный фонд дорожный – это 66 миллиардов гривен. 35 миллиардов гривен, которые сейчас проголосовали в рамках COVID, в том числе финансирование с бюджета, дополнительно выделяют. И 19,3 миллиарда гривен – это под госгарантии и облигации, которые выпустили «Автодор». И Укрексимбанк выкупил это тоже, в том числе финансирование. То есть суммарно мы понимаем, что это уже 120 миллиардов гривен финансирование на дороги государственного и местного значения. Также в этом компоненте у нас присутствует и часть инфраструктуры безопасных дорог, а именно 3,2 миллиарда гривен. Это камеры фото-видео фиксации, это автомобили для ГСЧС, которые позволяют в случае тяжелых дорожно-транспортных происшествий эвакуировать, доставлять потерпевших. Также пешеходные переходы, автономное освещение, развязки, многоуровневые переходы. Это все тоже в процессе, все тоже делается? Это все тоже строится, все в процессе. И кроме этого габаритный весовой контроль, который мы тоже до конца года планируем. 54 комплекса автоматической фиксации на дорогах Украины разместить. И это позволит нам в том числе совершать уже в автоматическом режиме контроль за перегрузами на дорогах, потому что не только важно строить дороги, но и следить, защищать, чтобы их никто не разрушал. Но эта тема, она последние дни как раз на слуху. Какие проблемы существуют с установкой ВИМов и какая ситуация сейчас? Здорово, что вы проинформированы. Даже знаете, что такое ВИМы? Это weight in motion, да, то есть взвешивание в движении. У нас шесть комплексов пилотных, которые нам Мировой банк по проекту передали Автодору год назад, в прошлом году точнее. Они установлены, сейчас они сертифицированы. Начинаем работать. Проект необходимо развернуть, масштабировать. Сейчас у нас в том числе и наше агентство инфраструктурных проектов закупает 25 ВИМов еще. Все они должны консолидированную информацию собирать с этими параметрами, нарушениями, отдавать в центр обработки данных, где уже инспектор безопасности дорожного, который в службе безопасности на транспорте, будет принимать решение, исходя из зафиксированного в автоматическом режиме админнарушения. Еще при предыдущем правительстве это анонсировалось, программа установки ВИМов, и тогда это заявлялось как, ну, не то чтобы революционное решение, но такой признак цивилизованного государства. Знаете, я непосредственно занимался еще до Министерства инфраструктуры как раз внедрением, запуском проекта фото-видеофиксации на дорогах. И здесь как раз уже мы в последнюю милю дошли, когда я был в Министерстве инфраструктуры, это тоже вытолкали совместно с МВД. Ну, поэтому важно не то, какие проекты брать, а как их реализовывать. Мы часто видели, как асфальт при 40-градусной жаре, предположим, или даже 35-градусной, он имеет свойство деформироваться, и любой перегруз за собой просто оставляет следы. Вот дабы такого не было, я считаю и убежден, что надо не только наращивать мышцы в виде присутствия инспекторов на дорогах, безусловно, через внедрение автоматических систем. Ну, и там исключается человеческий фактор. Уже инспектору взятку ты не можешь даже теоретически. Совершенно верно. Компьютер и камера взятку не берут. Вы все правильно говорите. Фото-видеофиксации. Заработала с 1 июня эта система, совместно она реализовывалась, потому что МВД в части и национальная полиция, так как они непосредственно там уже штрафы выносят и фиксируют само это нарушение, под ним подписываются цифровой подписью инспектора полиции. А все, что касалось там центра обработки данных, установки камер совместно с Автодором, локаций и там само системы, в том числе программного обеспечения, это разрабатывалось в том числе с участием наших сотрудников. В тех участках, где установлены камеры, уже уровень аварийности и нарушений правил дорожного движения существенно начал уменьшаться буквально там со второго дня. Штрафы платят? Штрафы платят. Штрафы платят весьма исправно. Для этого там тоже есть соответствующая система. 50-процентная скидка есть ли очень быстро? Совершенно верно. Есть там определенный, скажем так, стимул для того, чтобы заплатить раньше и не затягивать с этим процессом. А нет риска того, что владельцы Порше, Мерседесов будут согласны платить 200 гривен с 50-процентной скидкой и ездить со скоростью 200 километров? Естественно, я думаю, мы должны будем рассматривать в какой-то перспективе в ближайшей и европейские мировые практики, например, лишение правил управления в случае, если ты там активный нарушитель, то есть если там раз, два, три, там постоянно нарушаешь. Заплатил авансом штрафы на 10 раз вперед. Здесь же вопрос не про наполнение казны или бюджета в такой способ. Здесь вопрос и наша задача — это уменьшить количество смертей и аварий на дорогах. Потому что кто-то умирает, а кто-то получает травмы, которые несовместимы с жизнью или инвалидность на всю жизнь. И у нас, если годом ранее это было более 4 тысяч смертей на дорогах, в прошлом году это 3,5 тысячи умерших на дорогах камеры. Это не единственное, конечно, решение, это не панацея. Это в том числе и правильные инфраструктуры, развязки, светофорные объекты, переходы, освещение. Здесь очень много элементов. Обучение, социальные компании. То есть это система решений, которая состоит из очень многих элементов, но надо это все делать. Большая стройка — это гарантия рабочих мест для украинцев. Какие цифры уже есть? 38 тысяч рабочих мест — это то, что в системе компаний, которые занимаются дорожным строительством, задействованы на объектах дорожной инфраструктуры. Это, конечно, 500 тысяч, но все-таки. Подождите. Плюс сопутствующие компании, которые тоже участвуют в производственных циклах питания, сервисы, обслуживания. То есть не сами строители непосредственно, но обслуживающие эти компании. Это еще порядка 115-120 тысяч сотрудников. Итого мы выходим на цифру более 150 тысяч рабочих мест, которые будут созданы как раз в рамках большой стройки, в части только дорожного строительства. Можно ли что-то сказать по срокам? Наши проекты все, они, естественно, с отрезками на этот год заявлены до конца этого года. Переходим к Угрозалезните. Какая ситуация сейчас на железной дороге? Карантин ударил по всем вашим отраслям, и железная дорога не стала исключением. Да, безусловно, карантин ударил не по всем отраслям. Где-то, на самом деле, мы можем даже демонстрировать рост динамику. Например? К сожалению, там немного направлений, где можно так похвастаться. Например, наши морские порты. У нас есть порты, где перевалка, грузоборот, уборка вагонов растет и показывают исторические рекордные цифры. Да, и в целом я достаточно пристально слежу за тем, чтобы мы меняли кривые результаты, и те компании, которые почему-то так в течение обстоятельств ранее были убыточными, сейчас становятся прибыльными. Может, воровать перестали? Абсолютно верно, в том числе. И эффективное управление. Поэтому здесь несколько залогов успеха в этой формуле. У Кразелезный сеть действительно непростая ситуация, потому что пассажирские сообщения остановились на более двух месяцев. И это в том числе определенные убытки несет. Плюс у нас уменьшился грузооборот, то есть грузоотправители меньше отправляют грузов. У нас, например, металлургия перестала работать на Европу. Ну, металлургические комбинаты сейчас, они в основном руду отправляют, сырье, а не непосредственно изделия металлургии. Ну, и как результат, конечно же, меньший объем, который перевозят у Кразелезный на своем железнодорожном сообщении. За апрель-май месяц у нас примерно на 17-18% было падение по грузообъему. И остановлены были все пассажирские перевозки. Абсолютно верно. Сейчас уже эта ситуация выравнивается постепенно, но, конечно, она такая тяжелая. В связи с этим вынуждены были делать простое. Кто-то там за свой счет частично отправлялись. Пытаемся сейчас спасать. Спасать компанию в какой способ? В первую очередь, это принимать законопроект, в котором мы сможем у Кразелезныйцу по ряду городов избавить от налога на землю, потому что это не казалось смешным. Например, там, где проходят железные пути к Кразелезныйце, за прошлый год им пришлось суммарно всем городам Украины заплатить 4,2 миллиарда гривен налога. В то же время они сами предоставляют это как сервисная государственная компания, перевозят этих же граждан, этих же жителей и еще платят за это налог. При этом сама услуга пассажирских перевозок, она убыточная, она дотационная, и она финансируется за счет грузоперевозок. Ну и, безусловно, масштабировать такую проблему нельзя, это надо останавливать, это абсолютно нездоровый подход. Ну и в целом мы работаем над трансформацией Украины, знаете. Спасибо вам огромное за разговор, к сожалению, мы не успели затронуть все темы. Владислав Крикли, министр инфраструктуры Украины, был в гостях у телеканала «Дома». Это был официальный разговор. Я с вами прощаюсь, увидимся.